Оздоровление экономики Хабаровского края после ковидных ограничений и санкций стало главной темой встречи президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Дегтярёвым. Они обсудили итоги последних полутора лет, включая улучшение жизни населения, реализацию инвестпроектов и новые амбициозные производства. 16 объектов капитального строительства завершены в регионе в прошлом году. Это жилые дома, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, водозабор, дворец единоборств и другие. В этом году ожидается сдача противотуберкулёзного диспансера, инфекционного корпуса детской больницы, детской поликлиники в Хабаровске. А до 2025 года в крае появятся 30 ФАПов и 10 амбулаторий. Возвести все объекты поможет дальневосточный строительный кластер. Для решения проблем обманутых дольщиков достраивается 12 домов. Также ведётся ускоренное расселение людей из аварийного жилья. У вас около 4 тысячи еще, да, человек тоже? 3 тысячи 800. Те, кто признаны аварийными до 1 января 2017 года. Мы теперь ускорены до конца этого года, всем предоставим жильё. Вы, по-моему, даже больше, чем запланировано предоставили. Так точно. Да, Владимир Владимирович, мы идём с опережением. Графика плюс. Спасибо, на прошлой встрече я у вас был. Вы дали поручение, нам выделили средства на отдельную программу по проспекту 60 лет Октября в Хабаровске. Валовый региональный продукт хотят удвоить за 5 лет до 1,7 триллиона рублей в год. Этому помогут горнобогатительный комплекс на месторождении Малмышском, Тихоокеанская железная дорога из Якутии, порт Эльга в Охотском море по доставке угля за счёт частных инвестиций, завод сжиженного природного газа, Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат в Сувгаване, цементный завод на Ниланском месторождении известняков, Хабаровская ТС-4, Неманская гидроэлектростанция и Тугурская приливная электростанция. А главный проект – развитие восточного полигона РЖД. Кадры есть и будут ещё. Вузы региона присоединяются к федеральным проектам развития высшего образования, создают учебно-производственные кластеры совместно с ключевыми федеральными предприятиями, работают над появлением Хабаровского межвузовского кампуса. Свежие кадры будут работать и на действующих производствах, где квалифицированные специалисты всегда нужны. Особенно теперь, когда в Хабаровском крае будут производить новый самолёт «Байкал». Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре. Да, 9-12 метров. Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских авиастроителей есть. Достигли договорённости, что строим цеха за счёт Миносток развития, оборудуем за счёт Минпромторга, делаем очередной производство. Там же суперджеты мы делаем. Первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой. Безопасность. Да. И наши ребята с удовольствием были в этом поучаствовать. Пойдёт очень хороший. И на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлётную посадочную полосу длиной 300 метров.